Приветствую вас, и вы знаете, я бы избегал каких-либо суждений, серьезных суждений, относительно того, что мужчина ваш имел в виду, и как он к вам относится. Потому что о его истинных причинах, о его истинных мотивах мы, к сожалению, знать не можем. Вы говорите, что вы с мужчиной любовники, что у вас каждая встреча как разница, и это хорошо. Если у вас все было хорошо, если у вас было все на высшем уровне, ваша пресса прошла на высшем уровне, но мужчина не захотел получать сплошнение, это его выбор. И нет, здесь дело не в привлекательности, дело здесь не в том, что вы для него больше не интересны, или что вы его не возбуждаете, в каком случае у вас бы не было ваше наслаждение, ваше удовольствие. Дело здесь, наверное, в том, что мужчина просто-напросто взял акцент на том, что вы не используете средства контрацепции. Лично мне кажется, что вся проблема в этом, с другой стороны, его поведение очень похоже на такое, что вот он очень хотел с вами встретиться, очень хотел с вами увидеться, и прям вот обрывал телефон. По всей видимости, у мужчины действительно есть какие-то серьезные проблемы с интимным здоровьем, и судя по всему, они обострились. Я думаю, что, понимаете, в вопросах секса лучше быть достаточно честными, и если вас эта тема волнует, мужчина действительно оставил достаточно много неясности своим таким решением. Так вот, вам желательно, вот желательно, ему все-таки задать свой вопрос прямо. Почему он не захотел? Действительно, вы правы, можно было найти выход. Действительно, вы правы, можно, совершенно так можно было получить. Ему удовольствие, он не захотел. С чем это связано, он не может простить. Вам просто для себя нужно понять, что дело в действительном случае не в вас. То есть, вы как ему были дороги, так вы ему и дорогих остаетесь. Как вы его привлекаете, так вы его и продолжаете привлекать. Как вы для него цены важны, так это все остается. В противном случае он не стал бы с вами, с вами бы встречаться. Но, нужно понимать, что в силу специфики ваших отношений, в силу того, что вы все-таки любовники, на фоне где-то есть его жена. И ваши отношения, они так или иначе, мужчины воспринимаются через контекст его взаимодействия с супругой. И если вы не являетесь женщиной для разогрева, вы говорите, что вы не хотите быть женщиной для разогрева, то вам нужно, опять-таки, задать мужчине этот конкретный вопрос. То есть, спросить его, почему так, сказать ему о своих помнениях и сказать ему о своих желаниях. Точнее, о том, чего бы вы не хотели. Но, это будет, как бы, вновь, опять претензии. Это будет, как бы, вновь, опять конфликтогенной ситуации, при которой у вас может произойти разрыв. И если вы не хотите этого, то вам придется просто отдать все, как есть, и принимать то, что мужчина вам дает. Потому что отношения между любовниками носят достаточно специфичный характер. И, в первую очередь, это связано с тем, что люди имеют полное право быть не до конца честными друг к другу. И ваш мужчина, он может совершенно спокойно не сказать вам правду, совершенно спокойно посчитать, что вы это, правда, не достойны, не заслуживаете, но вам она не нужна. Просто потому, что вы для него все же любовники. И понимаете, то, что ваши встречи, друг, для вас это праздник, это накладывает также определенный отпечаток. То есть, мужчина не будет подвещать вас свои проблемы, потому что вы для него праздник. Мужчина не будет говорить вам о том, что его волнует. Мужчина не будет вам ничего объяснять, потому что вряд ли то время, которое вы проводите вместе, то время, которое является для вас праздником, он захочет праздник на такие моменты, такие аспекты, как выяснение каких-то неприятных обстоятельств, его, например, здоровья или его там желания. Но, понимаете, если насчет разогрева все понятно, то вот насчет его нежелания получать удовольствие не очень. Если вы знаете, что здоровье, сексуальное здоровье мужчины не очень хорошо, то вам лучше мягко у него спросить, не связано ли его нежелание с этим. И чем мягче, чем проникновеннее, чувственнее, доверительнее вы зададите ему этот вопрос, тем больше шансов, что он ответит вам так, как есть. С другой стороны, если мужчина знает, что встретится с вами вновь, то нет ничего удивительного в том, что он специально оттягивает удовольствие, чтобы это удовольствие было более ярким в следующую вашу встречу. Мужчина имеет вполне себе право поступить и так. Да, это не очень хорошо по отношению к вам, действительно. Но это не очень хорошо по отношению к вам, только в том случае, только в той ситуации, когда он не говорит вам, как есть на самом деле. То есть, когда он не объясняет вам, условно говоря, свою позицию. Позицию объяснить нужно, он этого не делает. Вот в этом заключается основная проблема. Я думаю, что... Вы можете задать ему этот вопрос. Я думаю, что это будет справедливо. Потому что если в сексе нету доверия, то, соответственно, этого доверия нет. И, ну, как бы, между вами вообще. И ни о каком удовольствии сексе без доверия речь идти не может. Если вас все устраивает, если вам все нравится, единственное, что нужно сделать, это просто проявить тактичность, проявить обходительность, вежливость, понимание. И правильно преподнести мужчине этот вопрос, который в принципе, в принципе, касается так же и вас. И вот акцент, который вы сделаете в принципе поднятия этого вопроса, и является наиболее ключевым моментом во всей этой ситуации. Акцент. Если вы сделаете акцент на себе, то скажете мужчине, вот, ты не захотел получить удовольствие, я думаю, может быть, я что-то не так делал, может быть, я что-то неправильно делал, может быть, я где-то ошиблась, может быть, тебе что-то не понравилось. Скажи мне, пожалуйста, об этом. Я волнуюсь, я переживаю, я думаю, может быть, тебе что-то не нравится, а ты молчишь. Если вы вопрос зададите таким образом, то мужчина не будет чувствовать, что вы на него давите. Наоборот, мужчина подчеркивает, что он своим поведением надавил на вас, а он этого, скорее всего, не хотел, и это заставит его испытывать некоторое чувство вины. Владос, он так поступил. И чувство вины в данном случае позволит ему в большей доле вероятности сказать вам о том, что действительно стало причиной такого его поведения. Другое дело, если он не очень-то вам дорожит. Я понимаю, что вы считаете, что вы для него самый дорогой человек, пусть так. Пусть так. Но давайте мы все же с вами будем думать, давайте мы все же с вами посчитаем, что есть вероятность того, что он не очень сильно вам не дрожит. Вот тогда главным ключевым моментом является то, насколько хорошо вы знаете своего мужчину. насколько хорошо вы можете распознать, когда он говорит вам правду, когда он говорит вам лучше. Если вы сможете распознать его логи, значит, он не очень сильно вами дрожит, и значит, он не относится, скорее всего, к вам так, как вы относитесь к нему. Что делать в этой ситуации? Решать вам никаких, понятное дело, советов я давать не буду, поэтому вопросы тут нужно только вам самой принимать решение. Но надеюсь, что вы примете его верным, а надеюсь, что мой ответ поможет вам поступить правильно, так, как вы хотите. Поэтому все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.